день добрый метро унарская долго чуть видеть как получилось чем окно надо ну накройте для блокируя детей бог да ничего себе дальше здесь не было кирпича да не ну а что таксист раньше здесь не было кирпича реально вы по окошко прикрыли бы а то не ну вам то жарко мне как бы еще работать я заболею а мне не нужно давать я лучше печку баблю вы окошко прикроете ну конечно мы сейчас поедем скорость наберем не задувать будет прямо в шею и чего мы будем делать так не я потом расслаблюсь дома на койке а мне работать надо не так не пойдет закройте я сделаю потише просто и все давайте если вы не можете я сделаю вот свои проблемы что итак сегодня на обзоре таксопарк такси хайп который действительно является лучшим таксопарком россии ему доверились уже очень многие водители и не пожалели конечно же это моментальные выплаты быстрое подключение огромные заработки круглосуточная поддержка да и вообще кармически правильная установка которая позволит тебе мне и всем кто с нами заработать невероятное количество денег который останется потом только придумать куда потратить поэтому переходи по ссылочке в ватсап внизу мы всех подключим очень быстро и будет тебе счастье и море бабла я же объяснил давайте сделаю попрохладнее зачем махнота открывать если бы вам там плохо было я постановился бы мы там дышали бы пока вы не форму не пришли тут еще тоже какая какая-то колька это закроет нет у меня в подчинении здесь человек знаешь нормально все в порядке план того что я такси не работаю баранку не кручу за копейки какие-то там что у вас за бизнес это бизнес до какой-то или что вас причинили вы директор какой-то что у вас на управляющий на столовую столовая и пирожковая а ну это бизнес да это прямо бизнес это это вам не такси да это бизнес прямо вообще да это накормил перекусишь как-нибудь а не отравлюсь нет ну то есть вы реально считаете себя бизнесменом дал столовой с пирожковой с доходом доход у вас как у бизнесмена да и так ага ладно не то что мы таксисты да вы таксисты вообще знаете как ну а да а у вас пирожковой прям столовки все четко не обвешиваете прям все свежие у вас газа короче понимаем чем вот эту баранки крутить бесконечные которые ну что ну за копейки да конечно раньше такси было я понимаю а что там раньше ночью там раньше катались себе нормальные водители все адекватные а сейчас сейчас какая-то шандропа набрали машина есть сил в такси дети поехали вы прям серьезно это говорите ну а как что не серьезно собственно 120 ну конечно закрыл меня блокировка стоит от детей и от тех кто любит кто любит на скорости тихо 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 не несколько я посчитаю ну я посчитаю я посчитаю посмотрим сейчас есть еще 2 рубля еще два рубля 23 21 рубль здесь еще 2 рубля вот 5 7 10 упал на 1 12 13 14 15 16 на 17 20 21 чего у меня упало у меня упала только самооценка что я не директор пирожковой вот это у меня упало а судя потому что вы тут исполняете вот этими рублями да я так понимаю что бизнес то не особо прет да или это сдача с пирожка с пирожков удачи вам беляшном бизнесе да мы пойдем таксовать да давай 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 пирожочник бизнесмен там все четко сатен реально пахнет пирожками я бы сказал беляшами я бы даже сказал беляшами со свининой и добавками е консервантами да не конечно я шучу но бы такая смешно я представляю наверно как у человека все не очень хорошо раз раз он так себя ведет в такси и позволяет себе такие вещи говорить я даже уже на это не обращаю внимание у меня реально я не знаю ну блин злой народ вот не знаю вот злой все и они конечно сходят с ума и такую чушь несут что просто вот кто-то кто-то тут мне хвастался на днях что чужин хвастался то мне что его взяли продавать какие-то инновационные сковородки куда-то ходить и он га типа ну типа я лучше так был чем в таксировать чем лучше то чем лучше то все профессии нужны еще же в детстве было написано все по этому поводу что все профессии хороши и все они нужны и если бы не такси то кто бы этого директора пирожкова от которого реально воняет пирожками возил я бы на его месте бы на самом деле хотя бы вместо одного перекуса пирожками зашел бы в спортзал потому что когда он сел в тачку я думал что у меня колесо лопнет задние на пирожках на пирожках чувак отъелся и отъел не только тело но и свой жирный мозг и раз он так разговаривает значит все у него совсем плохо можно его только пожалеть и пожелать его пирожковому столовскому бизнесу процветания возможно я даже в этой столовке ел а может быть и ем а это та пирожковая после которой меня несло неделю точно сто процентов до таксопарку такси хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в яндекс такси с нас супер условия и конечно же большие заработки очень много водителей по всей россии доверились нам работают и вполне себе счастливы так что приходи вот сап ссылочка будет в описании удачи